Добрый вечер Хакасия, добрый вечер юг Красноярского края, добрый вечер город Абакан, центр этой маленькой вселенной, сегодня буквально центр всей земли, судя по тем пробкам, которые у нас сегодня были на улицах столицы Хакасии. Инаугурация свалилась на наши головы, у кого-то праздник, а кто-то не мог попасть вечером домой из-за этих пробок, стоя в очереди, пока какой-то кортеж, мы понимаем какой, проезжал, видимо, назад в аэропорт и днем, также на работу многие опаздывали в обед, также пропускали кортеж в связи с этим вопрос, а может быть просто не вопрос, а так себе реплика в пустоту. А что мешает чиновникам, ну не самого высокого ранга, ездить в общем потоке с народом, или это так как-то стремно, или еще что там сказать, и почему обязательно надо перекрывать улицы, мчаться на красный сигнал светофора, это же нарушение правил дорожного движения, причем нарушение чиновниками, я знаю, мне скажут, что это меры безопасности, ну значит плохо управляете вы своим регионом, если боитесь в нем просто. ездить по правилам, и вам обязательно нужна охрана и нарушение правил, чтобы как бы соблюсти вашу безопасность. Помнится, пять лет назад, господин Коновалов, товарищ Коновалов, вступал в должность очень скромно, всего лишь зачитав клятву на сессии Верховного Совета. Теперь вот мы по-царски практически сделали инаугурацию, посмотрите сегодня вечером, уважаемые телезрители, фильм «Убить дракона» Марка Захарова, или почитайте пьесу Шварца одноименную. И все вам станет ясно. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан-24, радиостанция Абакан-24, 7106, наша волна в диапазоне УКВ, и, конечно же, интернет-трансляция на портале YouTube, наш канал Абакан-24. Поставьте нам там, пожалуйста, лайки, напишите свои комментарии, мы будем только рады. Программа «Во время», как всегда, в прямом эфире, наш телефон 22-41-18, и внизу идет большой телефон, это для ваших сообщений в наш мессенджер, это WhatsApp, Viber и Telegram. И сегодня я очень рад вам представить простого, как говорили ранее, я простая русская женщина, помните старый советский фильм, простого жителя нашего города, хотя на самом деле совсем не простого, вот таких бы горожан, да побольше Абакану, и тогда мы действительно были бы шикарнейшим городом. Несмотря ни на что, несмотря на отсутствие какого-то финансирования, нехватку рабочих рук в автобазе, спецавтобазе ЖКХ или там парковом хозяйстве, в общем, у нас в гостях, я так много говорю, потому что замечательный человек, Валентина Вишневская, добрый вечер, Валентина Викторовна. Валентина Викторовна, здравствуйте. Извините, что так долго представлял вас сегодня, извините, что маленькую реплику сделал в преддверии нашей с вами беседы. Валентина Викторовна садовод по призванию, да, а по роду деятельности можно сказать домохозяйка, нет? Да, да, все правильно. Почему мы пригласили Валентину Вишневскую в нашу студию? А все потому, что вот благодаря ее стараниям, ее рукам и ее, может быть, инициативе преображается в прямом смысле наш город. Наверняка многие жители, например, улицы Торговой видели, что вы там наделали. Да. И расскажите нам сегодня, опять же, сквер, так называемый Баранка, тоже кое-что вы там натворили. Натворили. И нам сегодня вы принесли вот эти замечательные гортензии, смотрите, какой прекрасный. Вы и сами подеплили еще? Нет, к сожалению, нет. Это из бумаги корзиночка, я умел такое делать раньше. Вот такие замечательные гортензии, которые, я думаю, некоторое время будут же стоять у нас. Они будут и год стоять. Главное пыль вытирать, да? Да. Но они живые, они пока живые. Спасибо вам, Валентина Викторовна. Из моего сада. А? Из моего сада. С любовью в гости, не с пустыми руками. Да, мы-то вам цветы вот должны были мы дарить вам. Ну, получается так, что я подарки делаю. Все наоборот. Да, и старичок чувствительный. И городу, и вам. Валентина Викторовна, давайте расскажем, с чего все началось. То есть, почему вы решили заняться разведением цветов, украшением клумб и улиц нашего города? У нас же есть для этого специально обученные люди. Есть, но их не хватает на улицах города. Я соскучилась по ухоженному абакану. Мне хочется его причесать, постричь, полить, украсить. Сейчас рук не хватает. Не хватает, да. Очень не хватает. Поэтому летом, когда я была на экскурсии в парке Сады Мечты, Денис Сафронов проводил личную экскурсию. Мне было интересно соприкоснуться с этой личностью. Замечательный человек. Тоже город может им гордиться. На этой экскурсии Денис заразил нас идеей озеленения города совместными усилиями на благо общества. Он призвал горожан, жителей, все, кто хочет, неравнодушен и готов делами, саженцами, своим трудом, временем, прийти и сделать что-то крутое, красивое на городской улице. Сейчас улица Торговая, это фактически усилия. Есть средства мецената, есть работа и вклад Садов Мечты. И есть, может быть, меньший вклад, но самый важный и значимый – это вклад горожан. Которые все это делали своими руками. Которые делали, которые организовались, которые помогали, которые дарили. Кто-то помогал купить саженцы, кто-то делился своими. У нас были подарки. Перекресток, улица Торговая, Катя Перекрещенко, в районе КФС и вокруг. То есть это на подарки жителей города сделаны композиции. И я надеюсь, мы в следующем сезоне продолжим. Вот это обращение, которое было летом, к сожалению, публичности не получилось. Надо было сюда приходить. Ну вот теперь я буду знать. Да, это рупор будет ваш. Ну вот сейчас в осень мы можем обратиться к садоводам, таким же, как я. Если у вас на участках есть какие-то ненужные, переросшие саженцы, кустарники, которые вам не нужны, вы можете подарить их городу. А где вы их хранить будете? А это помощь будет Дениса, у которого питомники есть. Мы будем формировать посадочный материал из этого и садить уже весной. То есть если мы в осенью заберем, выкопаем, сохраним, создадим закрытую корневую систему, и в следующий сезон будем подсаживать и украшать улицы дальше. Поэтому все, кто готов к нам присоединиться, мы очень ждем. 22-41-18 наш телефон. Вы сказали, ждете, а как на вас выйти? В соцсетях есть, очень легко найти. У Дениса в профиле, через него, через сам парк, в магазин, через людей, менеджеры. В ВК есть все посты, обращения, QR-код, если вы хотите финансово помочь нам приобрести определенные саженцы. Ведь они же не все подряд нужно на улице посадить. Нужно учитывать, что это городская среда, что эти саженцы должны быть стойкие, они должны выжить в ней, обходиться где-то дождями, где-то своими корнями, силами. Да, поэтому список растений он у нас есть. В ВК у Дениса Сафронова есть все ссылки на посты, на наш телеграм-канал. То есть где у нас там порядка 30 человек сейчас, которые в этой группе находятся. Это активные, да, учатники? Пока не совсем. Я их бы отнесла к роли наблюдателя, потому что не каждый человек может вот так публично шагнуть, пока люди наблюдают. Они за нами наблюдают, они за нами смотрят. Смотрят, куда это все приведет, какой будет результат. Наверное, ждут выживаемость, что весна нам покажет, как распустятся наши почки и саженцы тронут. Какие вы посадили там деревья? Мы садили яблони роялти, это фиолетовые листва, они будут красивее цвести. Декоративные. Да, мы снимали их на прошлой неделе. Но на дачах наших граждан. Мы садили спирею, мы садили канадские ели, сосны, мы садили многолетки в виде тысячелистников, злаки, которые очень такие агрессивные для своих участков садовых, это элимус. Фолярис садили, очитки эверса. Вообще не понимаю, сейчас о чем говорить. Я думаю, те, кто в теме, они не знают. Ну это красиво. Это очень красиво. Я думаю, что если вы будете прогуливаться в районе перекрестка, вы остановитесь, посмотрите, у нас там рябинолистник растет, это тоже подарок. У нас волонтер бежала к нам помогать садить, через магазин, и рабочие за ней следом притащили огромный куст, и мы его там посадили. Поэтому люди у нас замечательные, они есть. Кто-то еще, вот я говорю, в стороне, наблюдателям, но я думаю... А кто-то просто не знает. А может быть и не знают. Но надеюсь, что в следующую весну мы, может быть, как-то с вами клич еще раз бросим, напомним, и начнем делать что-то. Потому что сидеть и ждать, когда за нас кто-то что-то сделает, ну не хочется. Если у нас есть какие-то посильные возможности взять и улучшить городскую среду, то это же замечательно. А вот, Валентина Викторовна, мы сегодня утром в программе «Время первых». Кстати, смотрите ее с 8 до 10 утра. Она идет также в прямом эфире. Но там новости в основном мы и обсуждения с телезрителями. Участвуйте, звоните, и там тоже можете обращаться. Немного говорили на эту тему и встретились с таким агрессивным, я скажу честно, мнением. Некий товарищ позвонил, он говорит, а почему мы должны что-то вот тут садить и т.д. и т.п. Мы живем, мол, при капитализме. С чего он взял, что мы при капитализме живем? И все, за все должны получать деньги. Посадил дерево – заплатите деньги. Полил цветочек – заплатите деньги. Ну то есть вот только на таких условиях. что значит общественный порыв, инициатива и т.д. и т.п. В общем, так разворчался дедушка. Мне кажется, есть люди, которые способны на поступки, на действия, и есть те, которые будут наблюдать за этим и критиковать, и обсуждать. Мы просто наблюдали. Да, а вы знаете, нас, допустим, мы пока делали один из кусочков возле КФС, 10 человек прошли мимо, сказали спасибо, какие мы молодцы, как это здорово. А одна женщина нас прокляла. Сказать чему? С криками, сдохните от своей красоты. Зачем вы тут делаете? Вы все испортили, вы сделали ужасно, и в общем вот так. Сказала, придет, все, вырвет, выдернет и выбросит. Мы ей показали камеру. Слушайте, а что там такого страшного вы натворили, что женщина аж прокляла? Ну, видите, вы если завтра прогуляетесь, посмотрите. Теперь еще больше захотелось. У нас горожан очень много, они все разные. Разный уровень мышления, разный уровень здоровья. То есть вот просто пусть трава растет, да? Да, да. Которую косить порой некому. А вообще формировать городскую среду, это очень важно. Вот не хватает сейчас этого, потому что, идя на учебу, на работу, прогуливаясь с детьми, с родителями, если человек идет в комфортной, приятной обстановке, он идет и улыбается. Да, 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 совершенно справедливо. У него все замечательно, он этому улыбается. Наверное, забегу вперед. Забегайте. Вы спросите, что зачем мне это надо? А кто его знает? Зачем вам это надо? Вот, зачем мне это надо? Для меня дом начинается не в тот момент, когда я зашла и закрыла за собой дверь, а он начинается перед моими калитками, перед моей, преддомовой, в частном доме? Да, я в частном доме, на моей придомовой территории. То есть, у вас там шлак не валяется и вы не выкидываете на дорогу? Нет, у меня очень красиво, ухожено, у меня красивые заборы, все, кто меня узнает и знает, они подтвердят. Подзвоните, передайте привет, скажите благодарность Валентине. Поэтому дом начинается вот как раз на, когда я подъезжаю, я смотрю на все это, улыбаюсь, я уже с хорошим настроением захожу к себе. Ну и, наверное, кто мимо проезжает, это какой район, просто район улицы? Это Красный Абакан. Красный Абакан. Но там есть много, да, красивых территорий. Люди, которые следят, вот мы были на даче, и, наверное, в эту пятницу пройдет премьера этой серии, а там просто вот такой оживленный, тоже Красный Абакан, но там прямо дорога, прямо за забором, машины вот гудят, этот шум постоянный, большое движение. Но вот на даче женщина, она работает, ну, средний медперсонал в больнице, простая русская, опять же, женщина, работяга, не на пенсии, ничего, ходит на работу, и муж. Ну, какое чудо они сотворили в своем дворике, там даже прудики есть, там места очень мало, но настолько все продумано, и все в цветах, это вот просто, как вот в сказке про Герду, когда вот ее злая волшебница в свой цветущий сад завела, ну, так а тут добрая волшебница, все цветет, вот много этих, гортензии, розы, там, там невероятная красота. А чтобы гасить шум городского, вот этого потока, нужно садить хвойные. Да, у нее растут хвойники, очень хорошо защищает. Голубые даже очень хороши, здоровые, уже 20 лет она работает на этом участке, Ну, вот у меня 17, мой стаж с моими хвойными, с моим участком, поэтому мне хочется гулять по красивому городу. Да, и вот смотрите, Минусинску, конечно, повезло, им выделили кучу денег в преддверии вот двухсотлетия, которые они отметили нынешним летом, и смотрите, как преобразилась эта самая главная их центральная улица, которая еще и Абаканская называется. Ведь вот едешь теперь вечером, и это действительно видно, что столица юга Сибири, юга Красноярского края, то есть. А понимаете, мы же своими усилиями, не привлекая бешеных денег, мы можем по чуть-чуть, кусочками, сделать это все организованное пространство. Да хотя бы не ходить по газонам. Не ходить по газонам, не бросать мусор, не ломать цветы и ветки. Вот у нас на проспекте Ленинг, где поставили заборы, там эти несчастные газоны наконец-то в этом году возродились, а там, где они кончаются, там уже сразу все затоптано. Понимаете, Алексей, если мы не будем формировать опыт контакта обычного обывателя с красивой городской средой, он никогда не появится. Теория разбитых окон, да? Вот я ее люблю, этот термин, только наоборот. Когда среди хаоса делаешь кусочек порядка и красоты, он начинает разрастаться. Он начинает добавляться, да. У меня в два года, как соседи, регулярно начали скашивать траву. Слядя на вас, да? Да, потому что когда после красивого глаз цепляется за бардак, он уже не дает жить спокойно. Ну и некомфортно им самим, стыдно, прямо скажем. Вот, я очень рада, что у меня сейчас соседи организованы, хотя бы, по крайней мере, у нас нету сухостоя, у нас нет сорняков в таких масштабах, как бывает, бурьяна нет. Это как напротив, господи, простите, ну как это не сказать, институт хакнияли у нас есть на улице щетинки, там репейник, ну человеческий рост, все ли это просто, там обкашивали, конечно, траву, но почему-то репейник так и не срубили, теперь он уже пожухший, желтый, но все так и стоит. А скорее всего леска не предполагает. Да, его леска никак, но там же есть у них, можете, выйдите ножом, срезки. Никто не вернулся к этим кустам, а тот человек, который леску не мог испортить. Цвет хакасской интеллигенции ведь каждый день ходит туда на работу, научной интеллигенции. Ну вот надо мне, видимо, этими дорогами ходить с секатором. Я хотел залезть и выдернуть, но думаю, подумаю, что идиот какой-то. У нас сейчас вот этот большой эксперимент с баранкой. Так, что там проходит, расскажите. Нам летом подарили пирс. Пирс, это вот прямо чтобы на воду заходить, да? Ну, в итоге его немножко отодвинули от воды, там не совсем он в воду уходит. Чтобы дети безопасны. И вот этот пирс... Можно я перебью? Да. Позвоните нам, пожалуйста, ну, Валентина ждет ваших звонков, поблагодарите ее, она, конечно, не ждет, но я жду. 22-41-18, ну, хотя бы здесь проявите, как сказать, человечность, дорогие наши телезрители. Извините. Итак, пирс. Этот пирс абсолютно появился и... Пирс это доски, да? Доски, да, несколько уровней со ступеньками, красивая идея, дорогое дерево. Чтобы к берегу спускаться. Прямо качественное, красивое дерево. А вокруг он оказался вырванный из ландшафта, просто. Вырван, он не вписался. Дергало всех, узнавало, есть ли проект, что будет дальше, что будет рядом с ним. То есть нужно как бы и сейчас еще это на весну план клевер посеять и восстановить покрытие травяное возле берега. Прямо клевер. Прямо клевер белый. Вернуть его на место. Мы посадили плакучие ивы там. Мы посадили там кустарники красивые. Высота саженца молодые, но высотой где-то 2 метра. Ух ты, уже красиво. Уже как бы есть на что посмотреть. Ко мне подключились женщины-жительницы. Мы посадили там многолетники. Очень красивые читки Матроны у нас там растут. Пиона, Лобазник. Матрона у нас растет там. Звонок давайте послушаем. Кто-то нам позвонил. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а где можно посмотреть то, что говорит девушка их работу? Я бы хотела посмотреть. Но знаете, на той неделе наши новые, честно скажу, наши новые, я вообще-то сторонница, то, чего я скажу. Вот наши местные новости показали сюжет. Село зеленое и там дендрарий. Вот всякие-всякие деревья. И вот заведующая говорит, или кто-то там, не помню, сказали, что не советует отказываться от тополей. Потому что они много сделали для хакасии и вообще это неприхотливое растение. И вот я тоже считаю, что лучше тополей вообще ничего нет. Эти тополя без пуха. Почему-то наше население так боится тополиного пуха. Печного отопления смога не боится. От машин выбросов не боится. А вот на тополинный пух у всех видителей аллергия. Всем плохо. Ну, в общем, я люблю только тополя. Спасибо. Мы вас услышали. Ну, у нас и березы, они же тоже насосы водяные. То есть не обязательно упираться в одни тополя. Их никто не предлагает сносить. тополя не убирают, их даже подсаживают, не переживайте. Да, то есть то, что тополя доставляют, действительно, проблемы здоровью людей, потому что они все частички на своем пухе концентрируют такие маленькие. но они еще очень хорошо чистят воздух. чистят. Ну, вот серебристый тополь пирамидальный, он же такой красивый. Это такие колонны. Слушайте, я сегодня на полярке, на полярке, на полярке, да, видел березу, которая не вот такая, а как конусом растет. Вот. Странная какая-то береза. У Дениса растет в парке в Садах Мечты береза Криспа. У нее листики похожи вообще на клен. Прям очень какие-то резные, очень сильно резные листики. Возможно, она. Возможно. Не знаю, не видела. Вообще, то есть, как бы, зеленых насаждений в городе должно быть больше. Но почему у нас мало? У нас не хватает ухода, у нас не хватает внимания к этим саженцам, которые мы садим. И вот сейчас у нас со старостой нашего района Красного Бакана. С Гущакова, да? Да, с Ольгой Александровной. Мы планируем за баранку взяться, декорировать, украшать. Ну, вы и так вот сейчас рассказывали, много сделали. Мы начали. Мы там посадили ирис болотный. Это, кстати, замечательное растение. Я надеюсь, оно приживется, его не вытопчет, корову его не скушает. Это из садов Петербурга, да? Да. Прудычи. 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 Да, да. А почему нет? Если он у нас живет, он зимостойкий, он выносливый, и у нас есть озеро наше, вот этот прудик наш, и почему мы не можем сделать берег красивым? Не только камыши и рогоз, там осока, может быть, а ирис. А в нем купаются в этом прудике? Купание запрещено, но люди там раньше купались. там очень много мусора, стекла, битого и прочего, потому что это место было раньше злачное такое, сборы машины, музыка, распитие. Большое, да, ухер? Очень. Вы у нас не были? Нет. Вам надо приехать обязательно походить, посмотреть. У нас там, кстати, один из последних дней Николая Генрихевича, он садил у нас там деревья, и у нас растет голубая ель, она была очень кривенькая, сейчас она уже фактически выровнялась, и метра три, то есть она живет у нас четыре года, как память. Да, и фотографии если найти в архиве, он как раз вот эту кривенькую вот такой формы ствол елку садит, я ее каждый год фотографирую, для меня это такое памятное очень место, и хочется продолжать создавать комфортную городскую среду, красивую. У меня вот телезрительница и спрашивала, где можно посмотреть работы. Улица Торговая, перекресток Кати Перекрещенко, и Торговая улица, можете вот хоть завтра посмотреть. и на баранке озера Пирс, вот сейчас мы с ним экспериментируем. Будем проверять стойкость жителей, стойкость растений. А вандалы-то на баранке бывают? Ну, люди, которые, ну, сложно сказать вандалы, ну, просто шалуны, скажем так, у нас, как-то закрыть периметр парка, чтобы не было бродячего скота на наших клумбах. Они, конечно, нам немножечко там урон сделали, но мы восстановили. Ту-ту-ту, порядок. Я сегодня шла с драганием туда и думала, коровы были или не было их. Ну, вот не все жители сознательные. Но нельзя же вот свободный выгул животных в зоне живой застройки. И смотрите, в соседнем Красноярском крае у нас тоже стоит там в поселках в крае проблема, когда коровы свободно гуляют по территории того же поселка, заходят вот в такие парки, сферы, которые садят и пожирают, ну, и гадят еще к тому же. И там всех коров прочипировали, чтобы, если ты увидел корову, опаньки, штрафик хозяину. Войнова, как решила делать Ирина Ивановна Алтайский район, они штрафстоянку для коров придумали, чтобы вот, ага, бесхозная корова, штрафстоянка и потом большой штрафик за то, что доставили эту корову, держали там денежки, как бы, ну, еще и административный штрафик. Вот, пожалуйста, выход. Возможно, как один из выходов надо со старостой обдумать. Давайте послушаем еще один звонок. Хорошо. Здравствуйте. Спасибо большое. Говорите мы в эфире. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Я хочу поблагодарить Алексея Ивановича вас, что вы, наконец, пригласили к себе в студию замечательную, настоящую женщину. Огромная ей благодарность за ее труд. Конечно, огромная благодарность, что она украшает наш город. Спасибо большое вам. И спасибо еще раз, что вы приглашаете, почаще приглашайте вот таких, пожалуйста, женщин. Замечательных, настоящих женщин. Они звезд, там может быть. Звезд у нас слишком много. А вот эта звездочка еще лучше всех остальных звезд. Спасибо. Спасибо большое. Но я хочу сказать, я не одна на наших клумбах. У меня есть помощницы, единомышленницы, соратницы. У меня со мной плечом к плечу трудится Аня. Она с образованием ландшафтный дизайнер. То есть она может и начертить проект, и скорректировать все идеи и художества, которые в голове у меня крутятся. Она только как инженер. все это контролирует. Я не одна такая. Нас много. То есть возможно это будет когда-нибудь хорошенькая такая организация общественная. Возможно. Только не заформализируйтесь. Нет. Я думаю это не наша тема. Бюрократию не разводите. Вы знаете мы готовы приглашать конечно таких людей. Мы их ищем. Приглашаем другой вопрос, что эти люди очень скромны и могут и отказаться. Спасибо вам, что вы не отказались. Да, сегодня спонтанное было приглашение. Вам спасибо. Но мне хочется выйти в люди, хочется позвать людей на наши какие-то городские объекты. Даже если вы выйдете возле подъезда, посадите себе кустик и будете его поливать. Если ЖИО не против. Ну а как ЖИО может быть против? Собственники они же главные. У меня был опыт работы председателем многоквартирного дома почти 5 лет. Так вы общественница еще та, со стажем. Ну мне не сидится. Мне не сидится. Я уже вижу. Если Крылова 96 кто-то смотрит, всем большой привет. Вы там раньше жили, да? Да. Это мой дом. и я выходила и возле моего подъезда был один асфальт угловой подъезд. Я на соседних клумбах что-то садила, делала, поливала. Ребенок бегал рядом, а я делала. Поэтому потребность вообще потребности вот в городе в бетоне в асфальте кусочек уазиса иметь это конечно всегда было. Я думаю что у нас у людей есть этот запрос. Я думаю что своих людей, своих вот этих вот садовых душ мы соберем рядом и я вас очень жду. Поэтому если весной на наши какие-то призывы в соцсетях, в средствах массовой информации мы всем будем рады. А сейчас в том доме по Лермонтово Покрылова что? 96. Остались клумбы-то? Да, у нас там возле то есть жильцы подхватили вас? Ну, они сейчас живут своей жизнью клумбы эти. У нас был конфликт по поводу одной рябины. У нас женщина не давала ее садить, потому что она ей там когда-то через много лет ей будет тень. И через год она переехала. Это такое счастье, что мы ту рябину отстояли тогда. Давайте послушаем звонок теперь. Про рябину поговорим. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Валентина, меня зовут Анна Исайченкова. Я тот самый соратник. А, инженер? Да. Да. Хотела бы поблагодарить и Валентину, и всех наших помощников, которые присоединились и не остались равнодушными к этой акции. И предлагаю всем, кто еще не слышал о нас и не знает о ней, присоединяться. И еще мы осенью кое-что успеем. Весной у нас мы будем с новыми силами, с новыми средствами, я надеюсь. И просто будем охватывать еще больше масштаб. Конечно, это все капля в море, но море состоит искатель. Поэтому очень рада, что мы встретились с Валентиной и такие единомышленники подобрались, что без оплаты, без всяких средств мы можем трудиться, хотя нам тоже есть чем заняться. У нас есть и работы, и семьи, дети. Ну, вот как-то неравнодушие такое в душе в нашей и желание что-то поменять, оно перебарывает все эти наши проблемы. И когда вот сейчас мы проезжаем мимо этих перекрестков, где-то на наших кусочках, вот гордо смотреть на на них и думать, вспоминать о том, что это сделано в том числе и моими руками, а потом может быть я своих детей или внуков туда приведу и расскажу всю эту историю. Так что это, мне кажется, такое памятное событие, мероприятие, можно принимать участие со всеми детьми, всей семьей. Ну, вот как-то мне кажется, это в наше такое время тревожное может нам помочь отвлекаться. Спасибо, Анна, спасибо вам за ваш труд, за вашу открытость, как это сказать, инициатив, открытость сердца к хорошим поступкам. Это огромное счастье, то, что Анечка рядом, потому что поддержка и образование. Одно все равно это очень трудно, может быть и возможно, но очень трудно, когда нет единомышленников. И еще, да, надо же подчеркнуть, на общественных началах все это делается, на общественных началах. Наверное, нету таких сумм, которые могут нам возместить наше время, ну, вообще, то есть, перевести в какую-то материю. время, между прочим, увековечиваете вот этими посадками, вот смотрите, почему город такой же зеленый, потому что комсомольцы 60-х когда-то не ругают, но они же реально спасают город от жары, от пыли, от воды, мы бы тут уже давно весь асфальт буграми был бы, потому что подземные воды, грунтовые воды так называемые. И мы их вспоминаем в этих комсомольцах? А я себе представляю, делала вот этот пирс, мы посадили, я села на лавочку и думаю, я приду сюда старушкой и буду наблюдать, как молодые там целуются, как жизнь продолжается, и ивы уже большие, дай бог, чтобы ивы были большие, чтобы ирис разросся, и это было бы такой красотой неимоверной. И пруд почистили бы со временем. Фотозона будет там такая шикарная, если это все сохранится. Поэтому я очень хочу этого. От местных жителей теперь только зависит. Но наверняка те, кто рядом живут, теперь тоже, наверное, послеживают за этой баранкой. Ну, я надеюсь. У нас есть чат вайбер в Красного Абакана, и мы там немножечко информацию кидали, и я просила тех, кто гуляет, тех, кто находится, чтобы присматривали, потому что это наше совместное детище теперь. Давайте еще один звонок послушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Добрый вечер, милые мои ведущие. Это Лидия. Да, я, конечно, я в согласии с вами озеленять надо наш город. вот по чертыгашовой улице, начиная от Жукова и кончая китайского рынка, удалили эти тополя. А ведь и у нас пустота получается. да, некоторые высаживают около дома там березку, но ведь тополя, они большое, большое давали кислород для человека, понимаете? не то, что вот вот эти, ну, та же береза или ель, елка, допустим, а вот тополь, он много давал для человека кислорода, понимаете? Да, мы уже об этом говорили, Лидия, спасибо, 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 Лидия. Извините, что прервали, просто время уже к концу у нас подходит, а в чате у нас в интернете Рима пишет, в соцсетях бесконечно муссируют тему цветов, кашпо на столбах и невозможно людям объяснить, почему от них отказались. Отказались, потому что поливать некому и следить. К сожалению, вот городской ресурс, он сейчас в жестком дефиците. И работать некому, зарплаты низкие, а поднять невозможно зарплаты, люди на вахту съездят, заработают. Надо в этом направлении администрации города очень хорошо поработать, потому что низкоквалифицированный труд за эту сумму, он не будет качественным. Да. Но одна надежда, что с 1 января у нас поднимается минималка до 30 тысяч, и тогда, глядишь, наберут, может быть, побольше народу. Смотрим, дай бог. Но посильно... платите эту минималку, откуда в бюджете денег набрать. И вот посильно, маленькими своими усилиями, маленькими шагами мы будем двигаться. Поэтому всем, кому это близко, к тем, кому это отзовется, мы рады. Заходите в группу ВК к Денису Сафронову. Да. И найдете там... Там и вас можно, да, на вас найти? А, у нас, получается, в постах есть наш мой и Анин сотовый телефон. Мы на связи, мы всегда открыты. Отлистать у Дениса, наверное, надо июльский, июльскую подборку ленты. И там все это будет. Надо ему просто сказать, чтобы он вынес вас на главную страницу как-то. Может быть. Но сейчас сезон заканчивается. Ну да, уже, уже же ничего садить не будете. Ну, фактически сейчас вот доделывают газонный и немножечко там на торговой досаживают уже остатками. Посадочный будем формировать. Если он есть, то в принципе можно мой номер дать. А почему плодовые не садите деревья? Плодовые и деревья... Вот в Краснодарске на острове отдыха же заложили при Петре, господи, как его мэр-то был Петр Пимашков, яблоневый сад, причем теперь, когда овец космоса показывают, то он в форме имени Петр. Вот так заложили, не так, что Петр с воздуха чтается. И растут ведь яблоки? Красноярцы их обдергивают, правда, но тем не менее. Ну, я бы опасалась, если есть яблоки с городской улицы. Это же загазованность, бензин, выхлопы. Они привычные, это же Красноярск. Ну, вот как-то вот здесь это... На баранке не хотите? Мы посадили там 24 саженца молодых манжурского ореха. Вот буквально... Ну, вот эти, которые в городе растут, да? Да, да. Ну, и что с ним делать? А, у него можно так же кушать, как грецкий. Там вся разница, только в толщине шкурки, вот, скорлупы. Ну, я видел, вот садоводы собирают сейчас, но они собирают его почему-то зеленым. Зеленый его собирают. И руки у них потом в йоде все. Это знакомая история, я это проходила. Делают из него лекарства. Он очень богатый йодом. И делают настойки. Полезные вещи. И варят варенье из него. Особенно наш Кавказ, когда угощает и кормит здесь, привозными ванночками. Именно вот из такого. Кавказ-то грецкий. Ну, с манчжурского тоже можно сделать. Тоже можно, да? Да. А вы спелые как? А спелые они... Он же вот в эти дни где-то созревает. Ну, да. Я сейчас соберу, у меня очень много, и я надеюсь, Ольга Александровна у меня перехватит и где-то в городе, в парковом хозяйстве. Я надеюсь, мы перехватим покушать. Попробуем. Так, Алексей тут нам написал, он хочет пальмы в катках на улицах города, как в Красноярске. Насколько это актуально, не знаю. Я думаю, что если Алексей поставит задачу пальму в катке, приобретет ее и обустроит зимовку, то никаких проблем с пальмами в Абакане не будет. А в Красноярске их поджигали, ну, частенько. У нас люди более... Балуны. Ну, я верю, что у нас люди более добрые, душевные и больше сохранять будут. Ну, и зачем сибирскому городу пальмы? Ну, в садах мечты, да, там, вот в таких зонах парковых. Ну, если человек хочет, и он вдруг возьмет и организует, то почему нет? Ну, вдоль улицы Ленина. Ну, можно найти, у нас же новые районы есть, пустые еще абсолютно. Ну, кстати, да, Арбан совершенно пустой, можно сказать. У нас минута осталась, что мы не сказали. А что вам можно сказать? Спасибо, что пригласили. Это вам спасибо, что пришли, да еще с такими шикарными гортензиями. Пусть они вас радуют. У нас, наконец-то, живые цветы в студии. Лето прошло, у нас живых цветов не было. Ну, садовниц без цветов не бывает, поэтому пусть... надо ехать к вам снимать программу дачники все-таки. Садоводы. Огорода у меня совсем маленечко. А мы вот садоводы снимем. У вас есть плодовые деревья? Есть. Ну, и вот о них будем говорить. Подкормим. Подкормим. Хорошо. Спасибо, Валентина, что пришли. Дай вам Бог здоровья. Спасибо за вашу инициативу золотые руки. И, конечно, вот такую неподдельную, нефальшивую любовь к нашему городу. Валентина Вишневская, садовод и домохозяйка была в нашей студии. У нас реклама, и мы вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова